Он отказался переходить к кинематике Эйнштейна, потому что думал, что законы природы находятся в нашей голове. А ведь он был величайшим математиком-практиком и теоретиком того времени. И поэтому Эйнштейн просто сделал поспешные выводы. Но вернемся к тому времени. Пример. Рёнц и Панкер, соавторы теории относительности, думали, что эти явления, которые они наблюдали, были динамическими по своей природе. Итак, если у тебя есть частица, состоящая из энергии, и ты ускоряешь ее до скорости света, что произойдет, если все частицы вместо того, чтобы двигаться по своим орбитам, должны теперь двигаться прямо? Абсолютно натурал. Просто немного воспользуйся теоремой Перегрина. Прямой угол здесь заключается в том, что не может быть движения ни влево, ни вправо. Не может быть никакого межорбитального движения без превышения скорости света. Поэтому, если частица движется со скоростью Си, со скоростью света, и частица ускоряется до скорости света, не может быть никаких межорбитальных взаимодействий. Время должно остановиться. И если ты произведешь расчеты, время остановится точно в соответствии с уравнениями, с точностью до буквы Т. Простая школьная арифметика. Так что ты можешь предсказывать без всяких затей, составляя невидимые матрицы, которые просто тикают. Независимые. Мне всегда нравится говорить, ты машешь руками в воздухе и забираешь все, что осталось. А ответ ничего, и то же самое со временем. Это просто так глупо, что они начинают приписывать эти магические свойства, и эти ничего не значащие вещи делают то-то и то-то конкретно в соответствии с уравнениями. И теперь в некоторых уравнениях они суммируются до ста измерений. Они просто записывают эти уравнения. Это новые измерения, и я продолжаю думать, что это действительно отвлечение от того, чем занимается наука, а именно от понимания того, что мы испытываем. Это должно помочь нам объяснить. Так что тогда ты перестанешь сейчас прибегать к этим экспериментам, а затем они будут проводиться, используя существующую парадигму в существующем мышлении. Безумные вещи. Простые эксперименты, которые нам с тобой, вероятно, просто показались бы такими очевидными. Как в научном эксперименте всего пару лет назад, когда они послали эти фотоны, эти частицы в устройство, и когда частица попала в вилку. Она должна была решить, будет ли это волна или частица. А потом, позже, в ходе эксперимента, можно было включить или выключить переключатель. И оказалось, что то, что этот эксперимент сделал сейчас, позже изменило то, что эта частица делала в прошлом. Можно подумать, что здесь есть что-то забавное. Ты только что изменил то, что произошло в прошлом. Окей, мы живем в одном мире. Что происходит? О, они дали этому название. Отложенный выбор. О, нет проблем, нет проблем. Мы наклеили на него ярлык. Похоже, это ничего не меняет. И эксперимент за экспериментом. И поэтому я думаю, что ты знаешь, если ты посмотришь на это, даже на саму Вселенную, ты посмотришь на все параметры и хорошо. Ты скажешь, что если бы большой взрыв был на миллион мощнее, галактики и материалы разлетелись бы слишком быстро для любых звезд, любых планеты, все что угодно может случиться. Или если бы гравитационная постоянная была чуть меньше, звезды не загорелись бы. То же самое относится и к сильному ядерному взаимодействию. Если бы оно снизилось на 2%, то осталось бы только обычная ваниль или водород. Не было бы никакого углерода. Нас бы здесь не было. Сотни подобных параметров могут иметь любое количество, но каждый из них идеально подходит для того, чтобы мы были здесь. Вау, о боже, о это. Ну, это просто произошло в тот момент, когда все просто возникло из ниоткуда. При этом все законы остались нетронутыми. И это просто нормально. Это безумие. Так что теперь то, что они говорят. Удача. Просто чистая удача. Все это просто несчастный случай. Знаешь, это похоже, и мне всегда нравится думать, что когда кто-то говорит, что что-то произошло случайно. Это просто означает, что он просто не понимает, почему понимаешь, и это похоже на то, что мы здесь. Почему мы здесь? О, один шанс из миллиона? Это абсурд. И если ты думаешь о том, чтобы забыть о науке, забудь об экспериментах. Мы сидим здесь прямо сейчас и разговариваем. А если ты подумаешь обо всех часах и днях, которые существовали с незапамятных времен, и сложишь их друг на друга, и просто сядешь сверху, какова вероятность случайности? Удача тебе, то, что ты просто случайно оказался бы на вершине всего этого, это просто абсурдно, совершенно нелепо. Я имею в виду смотреть на мир именно так. Я не знаю. Я не знаю. И у меня есть коллеги-ученые, которые действительно смотрят на мир именно так, а это просто не так. Но это потому, что им просто говорят, что думать. Их научили, что думать. И я думаю, что ты знаешь, если остановишься и подумаешь об этом, очень простые вещи. Я имею в виду эту бутылку. Я уверен, что для всех вас люди, это не откровение. Но если бы я попросил кого-нибудь из моих коллег-ученых взглянуть на эту бутылку, и они сказали бы, да, она прямо там. И я бы сказал, но ты не можешь видеть это через череп, окружающий твой мозг. И они говорят, да, это прямо там. Я говорю, но ты не видишь. Эта конструкция у тебя в голове. Ты ни за что не сможешь видеть. Они этого не понимают. Кто ты такой или нет? О чем ты говоришь? Так что, если ты не можешь зайти так далеко, мне нравится всегда выражаться так же, как белка или цыпленок. Он поднимает яйцо и просто взбегает на дерево, ничего об этом не думая. Он открывает глаза, и все на месте. Он не перестает думать об этом. И я думаю, что во многих отношениях наука очень конкретна. Но если ты остановишься, подумаешь и помедитируешь, или как эти великие мыслители прошлого подумаешь, не очень трудно понять, что ты не можешь видеть это через свой череп. Что это должно происходить, на самом деле происходит в твоей голове. Так и должно быть. Ты у меня в голове. Ты должен происходить в моей голове. А потом мы действительно разговаривали. Ты и твоя жена только что входили. Она говорила о снах. И я говорю, разве не странно, что ты ложишься спать, закрываешь глаза, и с помощью информации в твоем мозгу ты можешь создать пространственно-временной мир. Ты умеешь летать. Как же так получается, что ты можешь просто превращать информацию в пространство и время? В руки, в тело, которое может двигаться? Просто несчастный случай. Это абсурд. Твой разум на самом деле складывает этого едино. И ты можешь спать в постели, передвигаться и бегать. И ты ощущаешь пространство и время. Так что твой разум складывает этого едино. Именно так думает твой разум. Это инструмент разума. Так что пространство и время – это инструменты сознания. И именно поэтому ни одна из этих других вещей не говорит о том, что мы находимся на вершине бесконечности. Почему все периметры Вселенной расположены именно так? К чему все эти эксперименты? Вот почему в науке существует такое разделение. Наука в основном делится на теорию относительности и квантовую теорию, а они несовместимы, как ты знаешь. И проблема в том, что они проводят эти эксперименты. Конечно, ты все о них знаешь. И эксперимент с двумя щелями, самый известный и довольно хорошо его иллюстрирует. Ты посылаешь частицу на лист бумаги, в котором есть две дырки, и наблюдаешь за ней, и она ведет себя, как маленькая пуля. И она проходит то через одну дырку, то через другую, точно так, как и должно быть. Так, почему же ты решил провести этот эксперимент? Итак, они провели этот эксперимент, и, конечно же, они наблюдали за ним с помощью детекторов сзади, и они это сделали. Но затем они сделали то, что не наблюдали за ним, и теперь частица прошла через оба отверстия одновременно. О, подожди минутку. В этом нет никакого смысла. Как она может проходить через две дырки одновременно? И разница лишь в том, что ты за ней наблюдаешь? Тогда они сказали, о, это странный эффект системы. Ты вмешиваешься в нее. Ты разрушаешь шум в системе. Они сделали миллион различных версий этого, и единственное, что имеет значение, это то, соответствует ли информация в твоем сознании тому, наблюдаешь ты ее или нет. И поэтому это не имеет никакого смысла для ученого. Потому что почему должно иметь значение, что ты думаешь о том, что там делает частица? Еще одна основополагающая часть науки прямо сейчас, или по крайней мере квантовой механики, это принцип неопределенности Айзенберга. Ты слышал об этой неопределенности. Получается, что если ты измеряешь один параметр частицы, скажем, например, ты знаешь стрелу, летящую по воздуху. Если ты хочешь знать ее точное местоположение, ты теряешь информацию о временной вещи. Так что если ты думаешь об этом как о кинопроекторе, или знаешь о стреле из лука, проходящей через ухо, то произойдет следующее. Если ты остановишь этот кадр, ты попадешь туда. Это в 20 футах над трибунами. Но ты ничего не знаешь о скорости. Это траектория, но ты начинаешь движение назад и начинаешь. О, теперь вот так. Он целится в цель, но у тебя больше нет конкретной информации о пространственном местоположении. Так что получается, что в науке есть все эти параметры. Что это похоже на мужчину и женщину во флюгере в доме, где когда один входит в часы, другой выходит. Если ты получишь информацию об одном, ты потеряешь информацию о другом. И это знаменитая вещь Эйнштейна о том, что Бог не играет в кости и все такое прочее. Оказывается, то, что ты измеряешь, влияет на то, что находится снаружи. Так почему же для частицы должно быть важно, измеряешь ли ты ее местоположение или ее временное состояние? И это потому, что твой разум связывает нас воедино и оживляет ее. Так что твое время это внутренняя форма интуиции. Пространство это внешнее. Опять же это было изложено Эммануилом Кантом пару сотен лет назад. Так что если ты пройдешь через эти эксперименты и подумаешь с точки зрения того, как я думаю, многие люди здесь думают, все сходится. Так и должно быть. Ты на самом деле знаешь, что именно так все и должно произойти. Но если ты работаешь в старой парадигме, это просто противоречит друг другу. Ты просто не можешь этого сделать. Так что я думаю, что это то, с чем мы имеем дело. И я думаю, что ты знаешь, если задуматься, не так давно они думали, что мир сплющился. Ты просто пойдешь и свалишься с края. А если ты кому-нибудь скажешь, что это круглый шар, люди скажут, о, ты спятил. Люди внизу отвалятся, и ты уйдешь, но ты не понимаешь. И это то, с чем мы здесь столкнулись. Людям очень, очень трудно изменить свои взгляды, и на это просто потребуется время, и я думаю, что это происходит. Я думаю, мы больше не можем скрывать все эти эксперименты. Я помню, как разговаривал с одним физиком и объяснял, он говорит, Бобби говорит, что даже если бы у вас были абсолютные доказательства того, что это правильно, я никогда не смог бы поверить, что Эйнштейн прав. Он бог. Это все. Не имеет значения, какие доказательства ты мне привел. Я не мог в это поверить. Так что они просто не могут и не будут этого делать. И так далее. Но это неудивительно. Ты знаешь, когда у тебя есть человек, который всю свою жизнь думал определенным образом, довольно трудно разгадать это, потому что он собирается пойти, но это, но это. Но каждый раз, когда они нападают на тебя, они нападают на тебя изнутри парадигмы. Это неправильно. Я, по сути, говорю, что ты знаешь, что мы не случайность законов или физики, и это уводит их от того, чтобы по сути быть Богом. Они хотели бы верить, что у них есть ответы на все вопросы о Вселенной. А на самом деле, и они переступили законные границы науки. Предполагается, что наука имеет дело с пониманием феномена, а не не феномена пространства и времени. Они приписывают ему свойства физических принципов. Это магия. Это чрезмерно расширяет рамки науки. Это просто ненаучно. Пока что. Я тот, кто ведет себя метафизически. Это просто совершенно, с этим не поспоришь. Я думаю, что для меня это то, что имеет наибольший смысл. Как тебе удается сохранять внутреннюю согласованность со всеми экспериментами и всеми знаниями, которые у нас есть перед нами? И если твоя система противоречит самой себе, значит что-то не так. Что-то не так. И все, о чем мы можем когда-либо просить, это иметь систему мышления, которая была бы внутренне последовательной, и в которой, как ты не знаешь, одна часть не противоречит другой. В противном случае, ты знаешь, что тебе нужно вернуться к чертежной доске. А наука это то, что нужно. Большое дело. Мы сейчас находимся на очень примитивной стадии, и мне всегда нравится думать. Я всегда говорю, что мы эволюционировали в лесу, чтобы собирать фрукты и ягоды, а не для того, чтобы понять Вселенную. Так что мы очень-очень примитивны. И поэтому, когда я пытаюсь объяснить биоцентризм, ты знаешь, что это очень абстрактно для многих людей. Но для меня это действительно сложно. Потому что то, что я думаю, и я уверен, что многие люди здесь чувствуют и знают, что это так, просто невозможно выразить словами. Слова неверны. Я должен использовать английский язык, или если я использую другой язык, там есть слова. И почти при использовании любого из тех слов, которые предназначены для того, чтобы разбить природу на фрагменты, возникают проблемы с ними. Так что мне приходится общаться с помощью «очень». Это все равно, что использовать трещотку, чтобы забить гвоздь, и это неправильный инструмент. Поэтому, когда я описываю биосенсоры, я пытаюсь получить более широкую картину. Но для большинства этих понятий на самом деле не существует слов. И даже биоцентризм зашел так далеко. Я бы с удовольствием написал вторую и третью части, но меня никто не поймет. В этом не было бы ни малейшего намека. Это просто не имело бы отношения к делу. Они всегда говорят, что лженаука – это когда ты слишком далеко от существующей школы знаний. Так что если ты зайдешь слишком далеко, людям не к чему будет относиться. И это очень абстрактно для понимания многих людей. Люди думают о пространстве и времени в очень конкретных вещах. Я опаздываю на работу. Мой босс собирается убить меня. Ты думаешь об очень конкретных терминах. Ты не думаешь об этом, как ты знаешь, инструменте интуиции. Это просто не так. Так что я думаю, что у нас действительно есть внутреннее ограничение. Но я действительно думаю, что как и при вождении автомобиля, после того, как ты сел за руль, тебе не нужно беспокоиться об этом. Тогда ты можешь разговаривать по мобильному телефону или отправлять текстовые сообщения, потому что тебе не нужно беспокоиться о педалях. Так что я предполагаю, что через сто лет эти студенты, вероятно, будут там же, где и мы. И тогда они смогут перейти на следующий уровень, где люди смогут понять следующий уровень. Потому что ясно, о чем я тебе говорю.